Можно даже сделать вот такую страну Это для того, чтобы увеличить площадь обрывания 560 тысяч рублей Сколько? 560 тысяч рублей это модель стоит Спасибо, до свидания Олега Майами, Амирана и Текилло Короче, мы стоим, нас не пускают, говорят сейчас боевая готовность Свобода! Жека, быстрее! Ура, пока не расстреляли, бежим! И включение, пожалуйста Ну что, чуваки, перед тем, как вы посмотрите влог Я хочу с вами, естественно, поздороваться Здорово, ребята Так вот, это получился один из самых, наверное, прикольных влогов, интересных, таких, ну, прям разбавленных, я не знаю, много развлекательных моментов там было, много ржачи, угара, сколько только один толчок там, сколько приколов было. Короче, вы сами сейчас все увидите, да вначале вы уже пару моментов интересных точно увидели, которые будут во влоге прямо сейчас. Ну, а я хотел бы, конечно, выразить благодарность вам, спасибо за вашу активность, спасибо за ваши лайки большие, просто душа радуется, спасибо, что смотрите. Также хочу выразить огромную благодарность Альфа-Банку и компании Билайн за то, что предоставили нам поездку туда, предоставили билеты. Благодаря скоростям 4G от Билайн можно было прокатиться, блин, на сраном вертолете. Я никогда в жизни не катался на вертолетах, никогда, и тут у меня выпустилась такая возможность, я охерел просто на вертолете, охренеть, первый раз в жизни на вертушке покатался. А Альфа-Банку спасибо за то, что вот если бы не было Альфа-Банка, вообще бы не было мероприятия, потому что генеральным спонсором является Альфа-Банк. Там везде были всякие браслетики Альфа-Банковские и тому подобное, такие наручные такие, но я показывал вам уже, где можно было расплачиваться просто по ИВМ, прикосновениям, то есть закидываете бабки на этот браслет и все, и расплачиваетесь. Это очень-очень круто, очень удобно было. Даже там стояли банкоматы, вы могли с других карточек или просто с Налика перевести на этот браслет. Все просто, все гениально и круто, Альфа-Банк огромный респектища. Секунда красивой рекламы. Если вам есть 18 и вы еще не являетесь клиентом Альфа-Банка, то вы можете завести карточку, причем крутую карточку. Она называется молодежная, с хэштегом бабки не проблема. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Загляните, ребята. Если заглянете, я буду чаще ездить на мероприятия. 30 тысяч лайков и влог через каждые 3 дня. Дерзайте. Соберем 30 тысяч лайков на этом влоге, значит влог каждые 3 дня буду выпускать. А материал я для вас уже отснял. Мне сказали ежегодно проверять кожу. И все? Рекомендации. Ваши риски. Да вот, сделай верх. Ваши риски, да? Ваши риски, смотрите, низкий риск, рак легких. Да вот это вот, средний риск. Меланома, средний риск. Она умрет от меланомы. Короче, нет никакого рака, все, пойдем. Сейчас, благодаря Альфа-банку, мы идем кататься на гироскутерах. Я, кстати, ни разу на нем еще не стоял, но сейчас попробуем. Да, пожалуйста, ну а то мы время не теряем, а потом в умный дом просто не успеем. Я первый раз стал на гироскутерах. Сейчас я соберу. Да, да, да. Сейчас все должны передвигаться по дому именно на этой штуке. Если у вас нет гироскутера, значит, вы неуспешный человек. А у меня нет гироскутера. Так что подарите мне гироскутер. Конкурента будет крайне сложно, потому что для меня, например, если я пользовался только iPhone, для вас, я думаю, тоже. Поменять iPhone на Android смартфон, это не столько купить Android смартфон, сколько заменить провода, а заменить артистуары. Давай на чем-нибудь другом. Пойдем на чем-нибудь другом, погоняем. Короче, тут видеоблогеры оккупировали все, и просто и Макс на гироскутере, и Влад на гироскутере. Короче, все катаются. Это очень круто. И вон Катюк у меня на одном колесе катается. Че, как? Не очень? Ну, надо привыкать. Потому что они из первых ваших образований, как получить удовольствие от катания? Вот так. Хочешь и снимай женщину. А сейчас мы идем в умный дом. Николай проведет экскурсию, расскажет, а потом... Здравствуйте, Николай. Еще раз, еще раз, еще раз. Это за будущие картинки. Вот оно прозрачное. А можно Нью-Йорк включить там? Да. Это гораздо дороже, и рыбки будут плавать. А можно, чтобы там за окном было голой женщины, и я такой поверюю? Да, и можно там быть 2D? Да поняли, что можно. Чем больше денег, тем больше можно. О, Леха, да ты магия. Ты творишь магию. А что он делает? Да он, походу, дьявол. Офигеть. А как это за счет чего сделано? Это сделано за счет чудес техники, а на самом деле за счет пленки, которую нам здесь доставил один. А как это происходит? Офигеть. Все, нам больше ничего не надо. Давайте, оставляйте нас тут. Вот это умный дом, я согласен. О-о-о-о! Встаем, одеваемся, крышка автоматически опустится. Сейчас этого не произойдет, потому что у нас здесь много, датчик нас видит. Крышка опустится, и произойдет автоматический смыв. Причем, величина воды, потребляемой на смыв, зависит от того, сколько времени мы провели на датчик. А если я человек творческий, примерно по часу бывает сижу? Что примерно? По часу примерно сижу. Все творческие люди так сидят. Двадцатилитров воды вполне хватит. Охренеть. А если прицел сбить, например? Даже если только полюбить больше. А если водок использует? Умный туалет, это будущее. Сколько такой туалет будет стоить, интересно? 560 тысяч рублей. Сколько? 560 тысяч рублей, это мальчик. Спасибо, до свидания. До свидания. Выезжает форсунка, мы регулируем положение форсунки, регулируем давление, регулируем температуру воды, можно даже делать вот такую струю. Это для того, чтобы увеличить площадь омывания. Если совсем там. Совершая пома. Если совсем там, не где-то горы. Смотрите, до чего дошли технологии. Мы заходим в Beeline Bot на Alt Future People. Нажимаем сообщение. Пишем привет. По-русски бот? Да, да. Который ни хрена не отвечает. Привет. Меня создать для того, чтобы ты не тратил время на поиск своих фото. Селфи кинуть. Короче, у него специально... Ой, у меня тут туалет. Ну, ничего страшного как бы. Держи бот фотку. Сейчас вам все похожие фотографии мне вышли. Смотрите, прочитал. Спасибо за селфи. Отлично выглядишь. Сейчас я поищу тебя. Вау, нифига себе. Смотрите, он нашел. Так мне такая же фотка пришла. Ну, покажи. Офиги. Как он нашел среди ленточек? Покажи еще. Покажи еще. Покажи. Смотри. Это на конференции нас фотали. Как он, сука, нашел сбоку? Вау. И меня сфоткали, да. Хоть даже Жек. А у тебя же приходила такая фотка? Вот это нет. У тебя потому что пол лица нет. Уж нормально. Слушай, вообще. Давай я тоже такую еще. Давайте сейчас Катюха так же... Смотрите, крутая фотка. Крутая фоточка. У меня тут рельеф даже видно. Мышцы. Сейчас пора он проиндексирует. Мне кажется, вот с Катиным лицом очень много телочек найдется. Нет со мной фото. Вы точно на АФП? Слушай, Кати здесь нет. А, а, а. Блин, обидно. Жек, а что ты делаешь? Я вижу покемона. Нифига, он что-то там тыкает. Задлините в эти глаза. Смотрите, кого заметил. Олега Майами. Амирана и Текилло. Короче, ребята, это наш шаттл до аэропорта. Не спрашивайте, что. Садись, садись. Буквально прошло пару минут, как нас подошли и сказали, хотите прокатиться на вертолете? А вы сказали, мы хотим прокатиться на вертолете. Да, мы хотим прокатиться. Прямо сейчас, друзья, мы полетим на вертолете. И посмотрите, в чем мы едем. Кто нас отправляет на вертолеты? О, кто? Пилайн. Пилайн. Вот, посмотрите, какая штука. Слушай, нам надо было вместо лимузина такую автобус взять. Ребята, посмотрите, где мы едем. Отгадайте, куда мы едем. Сейчас будет везде. Я думаю, можно вискаря налеть. Уже сразу. Мы едем на вертолете кататься. Ребята, вы не видите, но вот здесь вот приятный Эльдар писает, а вот здесь писает неприятный Евгений. Евгений, у тебя видно только голову. Вот так вот. Можно, пока он писает, можно на голову ему нажимать. Пим, пил. Знаете, так нажимаешь, а у него это струя. Струя так пил. Это как мыло, знаете, давить в этом ванне. Так пым, нажимаешь, и у него это... Ладно, все, нет. Нет, не смешно. Да ладно, вам смешно. О, а вот тут у нас неприятный бадди. Бадди! Эврибадди с вами бадди. Достал писюн. Окей, ребят, на самом деле мы сейчас находимся в поле и ожидаем вертолет. Он сейчас сюда приземлится, и мы полетим на вертолет. Я первый раз в жизни буду лететь на вертолете, и Кирилл тоже первый раз в жизни. А что, есть попить у кого-нибудь водичка там какая-нибудь вообще? Не-а. Видите, вон там тусня. Вон там вся туса происходит. Вот та вертушка, которая сейчас повезет нас, скорее всего. Точнее, не скорее всего, а повезет нас. И когда она приземляется, становится громко и страшно. Страшно! Ох ты, нет! Ох ты, нет! Ха-ха-ха! Ах ты, нет! Я потрогал его! Жека! Чувак! Я хочу, чтобы вы не смогли. А вы не смогли сидеть? Здесь сегодня не шевелится. Не шевелится. Сначала не было. Давай, микрофончик. Микрофон, поврежь карту. Чувак! Алло! 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 Жек, ты слышишь меня? Да. Я слышу Жеку в наушниках! Жек, 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 меня слышно? Да, да, да. Охренеть! Как рация! Офигеть! Это реально работает как рация. А вот че? Охренеть! Жека офигеть! 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 короче мы стоим нас не пускают говорят что боевая готовность будет стрелять фейерверк вот будем хотя бы фейерверк отсюда поснимаем а потом еще пешком туда идти капец топовые тачки приезжают какие-то организаторы номер 5а давайте все равно нас одного не пускают вот смотрите хоп и все и не пустили вертолеты вон там взлетают можно мы пройдем мы в машину залезли все капец вам капец смотри вышли и просто идут да смотрите смотрите хана хана все хана мужиков все сейчас сейчас нападут о он тоже более непробиваемый что ли он в брать он не без брони же как почему кого-то пускают а кого-то не пускают он бессмертно реально там сейчас бомбанет же мы можем бежать пока все пока все ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха! Cu conta! Ура! Пока они расстреляли! Бежим! Там стреляем ха-ха... Мы как мексиканцы бежим через границу. Кто успел, тот пробежал, кто не успел. Мы убегаем просто. Убегаем?! Щас в estos вслед будут струлять. Короче, все, фейерверк закончился, наконец-то мы можем пройти в эту зону. Короче, капец, все, наконец-то мы все, пришли. Мы зашли в какую-то комнату, где, смотрите, мы прикладываем Black Pass, давай, прикладывай. Встаньте на метку, по звуковому сигналу начнется видеозапись с продолжительностью 5 секунд. 5 секунд, обед минут! Спасибо, до свидания! Короче, а сейчас там видосы будут доступны, пойдем? Там сейчас видосики будут. Отлично, а почту надо указать, да? О, отключительно. Короче, ребят, я вставлю этот видеоролик. А ты похож на жопу, а ты похож на жопу, а ты похож на жопу, а ты похож на жопу. Привет! Работаете либо на каком-нибудь новой альпроме сейчас? У нас недавно выходил новый. Сейчас сработает есть что-то. Кто эти люди? Они еще и по-русски не разговаривают, не шпрехают по-русски. Они еще и по-русски не разговаривают. Моя-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok